Всем привет! Блендер 2.91. И в этом ролике будем собирать именно плута переделанного. Полностью лапы переделал, там перелепил, хвост переделал. Ну, не обошлось и без этого. Просто прошлая анимация показала, что плута, ну, плохо себя ведет на базе того персонажа, которого я скачал. Итак, значит, DeleteCube. Плута я сделал в двух вариантах. Давайте все это дело смотреть. Опять же, опустил я это. Опять же, опустил. Итак, давайте смотреть плута в двух вариантах. Значит, первый вариант ImportObs. Теперь у меня папка плута модернизированный, переделанный. Значит, один плута у меня весит 5490 с диремешем. Посмотрим, примут кости сетку. Если нет, придется делать динамеш опять же. И один плута у меня 5800. Значит, 5400 один цвет у него, а 5800 желтый. Ну, давайте темного поставим. Посмотрим, какой у него цвет. Так, это у нас желтый. И теперь ImportObs. Посмотрим, какой этот цвет. Так, вытягиваем, смотрим. Так, этот у нас вроде как потемнее. Значит, потемнее оставим желтый. Что-то не очень. Итак, тройка на нампаде. Что здесь было сделано? Раскрашен рот. Переделана сетка. Сетка вот теперь такая, приближенная к скачанному. Заремешевская. Выбираем Shader Smooth. Выбираем персонажа. Нажимаем Shader Smooth. Вот, сгладите. Вы видите, что он гладко выглядит. Также тут сделан Normal Map. Так, смотрим, как он тут теперь раскрашенный выглядит. Ничего так пойдет. Глаза аж режет. Надо было потемнее. Ну, ничего, можно еще и третий вариант сделать. Благо, файл сохранен. Так, теперь Import. Значит, ImportObs. Так, 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 так. Здесь уже ничего такого нет. Так, вот это что за плута? Во, это хвост. Я по-английски напечатал. Хвост я не раскрашивал, развертку не делал. Так что давайте все это дело выберем хвост. И назначим ему цвет черный. Так, хвост есть. Ну, из других теперь именно папок добавим язык. Язык я не переделал. И глаза. Так, файл. ImportObs. Значит, теперь заходим в папку Декстоп. И просто Плута. Так, Плута Ошейник импортируем. Назначаем ему опять же цвет зеленый. Желательно потемнее как-то вот так. И чуть-чуть потемнее. Теперь находим файл ImportObs. Находим язык. Находим язык. Модель у меня переделанная, поэтому язык вы видите, насколько ниже оказался. Значит, теперь G. И язык можно перекрутить. Так, Ctrl Z. Поставить ему SetOrigin Geometry. Чтобы был привязан к своей геометрии. Чтобы его лучше было крутить. Так, вот как-то мы его здесь вот поставим. И желательно, чтобы он не прилип. Опять же костями вот к этим частям. Потому что я челюсть теперь сделал вместе с головой. Ну, можно его вытащить отдельно. Как-то косточки ставить и потом назад засунуть. Ну, так. Оставим. Смотрим, как он выглядит. Нормально. Так, теперь что еще. Так, наверное, его тройка на нампаде. Чуть-чуть дальше отодвинем. Вот так. И чуть-чуть еще перекрутим. Вот таким образом. Теперь в файл импорт ищем глаза. Так, где они тут у меня язык. Голова, голова, ошейник. Ну, ладно, глаза найдем. Ну, в принципе, и все. Остались глаза и вставляем кости. Итак, добавляем теперь глаза. Импорт. Опш. Смотрим, где тут десктоп. Глаза. Импорт. Поднимаем. Вот здесь вот подставим их опять поближе. И теперь уши. Вот что я забыл еще. Уши. Импорт. Опш. Находим уши. Так, что у нас с ушами. Ну, в принципе, что уши попали там, где и должны быть. Почти. Так, тройка на нападе. Итак, персонаж сделан. Теперь давайте так вот этому хвосту, наверное, еще черный цвет поставим. Так, что-то как-то тонковатый он, наверное, ну, давайте ему S. Так, вот это выберем хвост и S чуть-чуть прибавим. Привяжем пока его к геометрии и вот так вот подставим, чтобы он побольше как-то был, чтобы смотрелся. Так, и теперь вот что делаем, значит, хвост объединяем с телом и уши объединяем с телом. Ctrl-J. Все, это пусть будет цельный персонаж. Так, тройка, единицы на нападе. Вы видите, какая постановка теперь лап. Вот, чтобы здесь не прикасались к груди, переделал я полностью вот эти вот ноги, сделал их более округлыми. Здесь локти вывел чуть вбок, колено тоже побольше сделал, пролепил. Так, что еще я тут сделал? Изменил тело, грудную клетку. Ну, и тут чуть-чуть доработал, в принципе. Рот тут объединил с головой, чтобы цельный был. Сейчас посмотрим, будет прилипать, не будет. Опять же, как эксперимент. Так, единицы на нападе. Погнали вставлять Shift-A. Вставляем арматуру Single Bone. Так, я цвет пока отключу. Наверное, так будет как-то... Так, это что у нас получается? Что у нас нужно вот этого персонажа? Еще немножко отвести вот так вот в сторону. О, вот теперь он отцентрован. Так, и немножко надо поднять. Ctrl-Z. Выбираем язык, выбираем глаза через Shift. И вот это все надо... Так, тройка на нападе. Ну, в принципе, все нормально. Персонаж поднят. Выбираем косточку, заходим в Edit Mode. И будем делать другой рик. Более модернизированный такой. Для разных выкрутасов. Посмотрим, как он будет работать. Делаем, значит, тройка на нападе. Делаем S, делаем R, перекручиваем косточку. Теперь, значит, косточку поднимаем вверх. Уводим сюда назад. И R перекручиваем. G, подставляем ее вот сюда. Таким вот образом. И еще, наверное, поближе. Вот так, да. И позвоночник пойдем, поведем вот так вот, полукруглым. Так, G. Косточек будем делать побольше. Опять, E. Вот так. Здесь вот на середине побольше костей. Так, и здесь вот одну кость выводим поближе к ошейнику, чтобы мы потом ее могли привязать. Или вот даже маленькую косточку выведем на ошейник. Возможно, даже и не надо так делать. G. Чуть-чуть сделаем побольше косточку. Или лучше. Так, ну, здесь вот часть не будет двигаться. Здесь уже, как называется, ребра, плечевой сустав. В основном позвоночник, где это двигается и задница. Ну, будем теперь вот так вставлять. Значит, E. Так, на шее поставим. Давайте побольше. Теперь четыре кости. Вытаскиваем одну кость головную. Так, это значит G. Где-то вот так вот поставим. Так, сразу, наверное, пока не буду рот выступать. Вставлять вот это. Давайте с хвоста начнем. Опять же, E английское вытаскиваем косточку. Теперь G ее отводим. Alt-P, Clear Parent нажимаем. И вот эту косточку. Так. Давайте E. И чтобы побольше костей было на хвосту. На хвосте. Во. Так, здесь последнюю побольше. И из нее выведем E косточку тоже. Отцепим ее полностью. Alt-P, Clear Parent. Выберем вот эту косточку. И к этой сразу привязываем, чтобы не забыть. Keep Offset. Вот эту косточку с этой связываем, как обычно. Ctrl-P, Keep Offset. И теперь будем вытягивать лапы. Лапы тут будут вот так вот делаться теперь. Значит, единица на нампаде. Вытаскиваем E косточку. Вот так она сверху смоется. Теперь мы ее Alt-P, Clear Parent отсоединим. И смотрите, что делаем. Переводим вот сюда, вот поближе. Вот таким вот образом. Так, теперь мы ее G опустим пониже. И немножко так, единица на нампаде. G уменьшим. Это будет как ключица. Теперь от нее выводим кость. Вот так одну. И выводим кость. Так, здесь вот начала перекрутка, да? Не, все нормально. Вот так выведем. И вот эту, наверное, верхнюю чуть-чуть еще поровнее поставим. Теперь, значит, Е. Здесь будет одна кость. Тройка на нампаде. Выбираем вот эти косточки, G. Одну сюда, на локоть. И одну вот так вот выставляем. Для чего здесь две кости? Чтобы мягкое, именно, мягкое движение было. Здесь вот, в принципе, гнуться так нечему. В основном вот эта часть. Так, G на пяточку. И Е вытаскиваем вот сюда. Одну кость. Е сюда, одну кость. И на пальцы тоже. И сзади тоже вытаскиваем кость, которая будет влиять за управление. Alt, P, Clear Parent. Мы ее, опять же, отсоединяем. Выбираем вот эту косточку. И к этой через Shift, Ctrl, P, Keep Offset привязываем. Ну, вот такая получилась штукенция, да? Теперь мы вот эту всю пару выделяем через Shift все косточки. Вот эти. И чтобы не мудиться, тройка на нампаде. Теперь делаем Shift, D, щелчок. И перетаскиваем ее вот сюда. Выбираем теперь вот эту пару. Вот так. Тройка на нампаде R. Перекручиваем ее. И G подставляем вот сюда. Так. Теперь нам нужна будет вот эта пара. G подставляем ее на лапу. И чуть-чуть оттягиваем. Так. Эту G чуть-чуть поднимем. Так. Ну, вот. Так. Вот эту часть G уводим в бок. А вот эти косточки G, как бы назад вот сюда. Так. Нужно еще будет кости поперекрутить, потом поднастроить. Так-так-так-так-так-так. И вот, наверное, колено-колено поднимем повыше вот так. На серединку. Вот таким вот образом. Выбираем вот эту косточку. Вот так. Сначала вот эту к этой привязываем. Ctrl-P. Keep Offset. И вот эту косточку. Так, наверное, не к заднице привяжем, а вот к этой. Ctrl-P. Keep Offset. Теперь семерка на нампаде. Из зада вот этого вытаскиваем. G. Так. Е, парадонте, косточку. И делаем как бы вот такое ограничение, чтобы задница при движении именно была надутая. Отсоединяем эту кость. Alt-P. Clear Parent. И теперь к этой кости присоединяем Ctrl-P. Keep Offset. Так, единица на нампаде. Тройка на нампаде, да? Давайте сделаем ухо. Е, вытаскиваем косточку. Выбираем всю вот эту кость. И делаем Alt-P. Clear Parent. Единица на нампаде. Подставляем ее к уху. R перекручиваем опять же. Вот таким вариантом лучше будет, наверное, работать. Сейчас будем все дело проверять. Так, уменьшаем ее. Выбираем ее. И подставляем вот таким вот образом к уху. Чтобы она являлась как ограничителем. Вот так вот. Чтобы голова не двигалась. Ну вот теперь от нее погнали. Вытаскиваем косточки E. И побольше. Чтобы ухо было мягче. Вот так. Ну вот все. Кости легли. Все нормально. Так, теперь у нас получается опять же по прошлому ролику. Вытаскиваем косточку E. Alt-P. Alt-P. Clear Parent. G. Опускаем ее вот сюда. Подтягиваем подальше от глаз. Вот. Здесь гнуться не будет. В основном морда вот эта. И теперь выбираем G. Уменьшаем ее. E. Вытаскиваем еще косточку. Здесь уже пусть большая будет. И здесь уже нос. Так, нос пусть гнется где-то подальше. Вот тут. Выбираем вот эту кость. И к голове привязываем через Shift. Ctrl-P. Keep Offset. Теперь ухо. Вот эту косточку первую в голове через Shift. Ctrl-P. Keep Offset. Угу. Теперь получается. Так, так, так. Чего у нас получается? Стойка на нампаде. И опять же вытаскиваем с головной косточку. E. Alt-P. Clear Parent. Опускаем ее опять же вниз. R. Перекручиваем. Еще раз вниз. И вот здесь она будет рот как бы закрывать. Значит, G вот здесь поставим поближе ее. И G. Так, ну давайте здесь сделаем в этот раз на две кости. E. Да, на две пойдет. Чтобы губа была еще сгибалась. Пусть на три. И выбираем через Shift опять головную косточку Keep Offset. А, пардоньте. Привязываем ее к носу. Ctrl-P. Keep Offset. Вот так. Ну, а теперь язык. Опять же, с головы семерка на нампаде, тройка на нампаде. Вытаскиваем E. Косточку. Alt-P. Clear Parent. Опять же ее. Опускаем вниз. R перекручиваем. S уменьшаем. Прям побольше уменьшаем. И попробуем ее даже еще S. Вот так. G подставить вот сюда. И из нее уже вытягивать косточки. И желательно побольше. Вот так. Язык привязываем к нижней челюсти. Ctrl-P. Keep Offset. Теперь нам понадобится... Так. Вот здесь вот. Как бы кости не срослись. Вот эти кости с этой. Это будет печальная история. Так. Давайте выберем вот эти косточки. И G. Их опустим пониже. Вот сюда. А эту косточку. G. Повыше поднимем. Ну вроде не должны притянуться. Здесь у нас небо. Я его поглубже сделал. Чтобы не привязывались вот эти части тоже. Носовые. Опять же как пойдет. Не знаю. Это все теоретически. Теперь значит. E. Вытаскиваем. Вот эту вот косточку. Alt-P. Clear Parent. Семерка на нампаде. Вытаскиваем ее вперед. Подставляем ее к глазам. S. Уменьшаем. И G. Тройка на нампаде. Подставляем ее прям в глаз. Так. И как бы вот. Наверное сюда. Ну вот так как-то. Теперь из нее вытаскиваем косточку. Отсоединяем ее. Alt-P. Clear Parent. Так. Отводим ее вперед. Делаем ей S. Семерка на нампаде. Shift-D. Дублируем эту кость. На центр ставим тройка на нампаде. R. Перекручиваем вверх. И поднимаем ее повыше. Так. Ну вот и все. В принципе все. Теперь вяжем кости, которые не привязаны. Проверяем эту косточку. Значит вяжем к этой кости. Ctrl-P. Keep Offset. Центральную кость к голове. Ctrl-P. Keep Offset. И вот эти кости глазные к голове. Ctrl-P. Keep Offset. Так. Единица на нампаде. И пробуем вот эту всю часть. Вот эту всю. Выделить. Так. Так же не забываем выделять вот эти глаза. И те косточки, которые не попали под выделение. Так. Вот эта кость тоже. Ну давайте их отдублируем. И грудные еще добавим кости. Это значит единица на нампаде. Shift-D. Щелчок. Правая кнопка мыши Mirror X Global. И вставляем на эту сторону. Так. Вот так вот. Двойка на нампаде. Тройка на нампаде. Вытягиваем. Значит. Давайте продублируем. Не. Давайте вытащим лучше. Е. Косточка. Можно ее даже как-то вот так вот поставить. И уже грудь будет держать. Вот таким вот образом. Делаем. Alt-P. Clear Parent. S. Английская. Так. И теперь. G. R. И вот так вот. Плоско ее поставим. Посередине. И привяжем вот к этой кости. Ctrl-P. Keep all set. Теперь сделаем Shift-D. Вот так. И делаем наверное опять же ей. R. G. Чтобы она держалась здесь вот именно вот эту часть. Ну а живот пусть гнется. Также наверное косточку вытянем. Вот из этой кости. Так вот. Из центральной. Где ты тут находишься. Ну ладно. Вытащим две. Что-то. Так. Вот эту кость. Alt-P. Clear Parent. G. И подведем ее вот так. Где-то вот к этой части. R. Перекрутим. И G подставим где-нибудь вот так вот. Ну и к этой косточке. Ctrl-P. Так. Ctrl-P. Keep all set. Спект Бонс. Не понял. Alt-P. Clear Parent. И теперь ее нужно Ctrl-P. Keep all set. Привязать. Хвост привязан. Глаза на месте. Уши привязаны. Ну в принципе и все. Заходим в Object Mode. Смотрим что да как. Так. Теперь ошейник G. Приподнимаем. Потому что он теперь на другом месте стоит. Сразу делаем привязку костей именно к телу. Ctrl-P. Width. Автоматик. Widget. Так. Не мотюкнулся. Привязался. Ох. Зашибись. Теперь что нам нужно сделать. Выбрать ошейник. Выбрать кости. Нажать. Так. Зайти. Post Mode. Выбрать вот эту косточку. Или наверное давайте вот эту. И назначим Ctrl-P. Бон. Выбираем вот эту косточку хвоста. И вот эту. Следующую. Ctrl-P. Ctrl-Shift-C. Пардонте. Inverse Kinematic. И назначим Inverse Kinematic. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. На шесть костей. Проверяем как работает. Так. Ctrl-Z. Попробуем на семь костей привязать. Во. На семь костей уже лучше. Так. Ctrl-Z не забываем делать. Настраиваем ноги. Теперь вот эту косточку на эту. Ctrl-Shift-C. Опять же Inverse Kinematic. Здесь уже будет на три кости. Проверяем точно ли. Я не ту кость взял. Так. Пардонте. G. Во. Видите как шикарно теперь работает. Лапа. Ctrl-Z. И настроим вот эту кость на вот эту кость. Ctrl-Shift-C. Copy Location. А на эту поставим косточку. Ctrl-Shift-C. Copy Transform. Ctrl-Shift-C. Ставим. Ставим Local Space. Local Space. Чуть-чуть уменьшаем интенсивность. Так. Матюкаться не будет. А что я все не ту кость беру? Вот это. Значит G. Так. Если мы будем теперь лапу перекручивать. Смотрим что получится. Во. Вуаля. Никаких последствий. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Тройка на нампаде. Но цвет конечно ядерный. Надо его чуть-чуть потом как-то наверное смягчить что-то. Сделать потемнее. Но так в мультфильме он вот такой именно желтый. Так. Тройка на нампаде. Включаем кости. И вот таким же образом настраиваем все следующие кости. Итак. Когда все настроено. Давайте теперь настроим уши. Выбираем вот эту косточку первую. Не вот от этой. Которая согнута. Она держит интервал. Вот эту косточку. И последнюю. Через Shift. Ctrl-Shift-C. Copy Rotation. Так. Смотрим. Local Space. Local Space. Все настроили. Так. Теперь тут нужно ухо немножко подкорректировать. Выбираем первую вот эту косточку настроенную. И Shift. Вторую. Ctrl-Shift-C. Нажимаем. Copy Rotation. Следующая кость на следующую. Ctrl-Shift-C. Copy Rotation. Эта косточка на эту. И так далее. Так. И так проверяем как это все дело будет работать. Ctrl-Shift-C. Ctrl-Shift-C. Ну а теперь пройдемся по костям. Так. Вот эту косточку, наверное, пока отключим. Проверяем. На четыре кости, как она будет крутиться. Во. На четыре крутится. Значит, что? Первые косточки ставим поменьше интенсивность. Так. Вторые косточки ставим поменьше интенсивность тоже. Так. Третьи косточки интенсивность тоже уменьшаем. Так. И что получается? Так. Ага. Ctrl-Z. Значит, вот этой косточки, последней, тоже интенсивность уменьшаем. И получается настройка вот таким вот образом. Во. Все. Ухо нормально работает. Тройка на нампаде. Как она гнется сюда. Во. Все нормально. Если что, то можно уже тут в процессе подкорректировать, допустим, вот. Побольше поставить вот эти показания. И ухо будет выгнуто вот таким вот образом. Так. Чуть-чуть подгоняет. Но можно все это дело поэкспериментировать. Ну, в принципе, у него уши вот так загнутые. Если нам понадобятся ровные уши, то мы можем просто на одну косточку настраивать. И все будет нормально. Вот так. Ну, и это то же самое. Ctrl-Shift-C, Copy Rotation. Ставим Local Space. Local Space. Уменьшаем интенсивность на половину. И погнали вот так вот дальше через Shift. И уменьшать сразу. Интенсивность. Ctrl-Shift-C, Rotation. Так, это вообще чуть-чуть еще поменьше. И вот это тоже. Ctrl-Shift-C, Copy Rotation. Ну, где-то вот так вот. Так, единицы на нампаде проверяем. Во. Крутится-вертится. Но вот голову придется, наверное, все-таки настраивать. Сначала давайте еще доделаем. И уже настройку я потом покажу. Выбираем сначала Object Mode. Выбираем теперь опять же глаза. Единицы на нампаде. Делаем им Shift-D, щелчок. Отключаем одни зрачки. Заходим в Edit Mode. Ставим рентген. И одни глаза долой. Дел. Delete Vertex. Заходим в Object Mode. Находим зрачки вторые. Первые отключаем. И теперь делаем все это дело наоборот. Так, вот эту часть. Edit Mode. И выбираем только вот этот глаз. Delete Vertex. Object Mode. Выбираем один глаз. Вот этот. И на эту косточку. Shift. Теперь Post Mode. Выбираем вот эту кость. Главное не путать. Вот эту кость. И делаем. Ctrl. Ctrl. П. Бомб. Так. Теперь. Вот эту косточку. Вот эту. Ctrl. Shift. C. Ректу. И выбираем оси. Y. Z. Что-то в таком духе. Теперь. Теперь Object Mode. Выбираем другой глаз. Косточки. Опять же. Post Mode. Выбираем вот эту кость. Ctrl. P. Бомб. Выбираем теперь эту косточку. И вот эту. Ctrl. Shift. C. Слежение за объектом. Y. Z. Ну можно вот. Тут вот подкорректировать. Именно интенсивность. Вот таким вот образом. Подкрутить. Подставить их. Теперь проверяем. Как работают глаза. Просто убираем косточки. И заходим. Post Mode. Выбираем главную. Вот эту кость. По глазам. Которая. Так. Вот глаза. Следят. В принципе. Пойдет прикольно. Сильно их. Водить не надо. Они просто как бы обозначение. На вот этих вот. Больших глазницах. Так. Как они тут действуют. Ну вот там. Кверху как-то перекрутились. Прикольно там. Вот так вот могут ходить. И так далее. R. Перепутаться там. Вот так как-нибудь там. Развести. Ctrl Z. Давайте посмотрим. Как можно их развести. Да. Ctrl Z. Ctrl Z. Просто выбираем одну кость. Какую-нибудь. Вот. Если нам надо глаза как-то поставить в какое-то положение. Просто выберем одну косточку при анимации. И вот можем ее в бок отвести. И отдельно как-то покрутить потом. Ctrl Z. Ctrl Z. Ну вот такая штукенция. Object Mode. Уши настроены. Проверяем теперь язык. Опять же выбираем косточки. А. Надо привязать язык теперь. Забыл я. Выбираем язык. И выбираем кости. Находим. Так не прокатит. Так. Ну значит нужно язык объединить с головой. Ctrl Z. И перевязать вот этого персонажа. Значит. На кости. Ctrl P. Width. Автоматик. Widget. Ничего не повелось. Проверяем теперь. Выбираем косточки. И заходим в POS Mode. Важно как работает челюсть. Смотрим. О. Челюсть закрывается. Прикольно. Открывается. Прикольно. Смотрим. Привязался ли к ней язык. Нет. Чуть-чуть так зацепился. Ну. Само собой. Он же тут. Находится. И вот мы можем теперь язык. Уводить. Ставить. Вот так. Вываливать. Тоже можно его настроить на Copy Rotation. Но лучше отдельно косточками работать. Так. Оставим язык пока в таком положении. Проверяем морду лица. Нос движется. Так. Это привязано. Это не будет двигаться. Ну. Вот. Нос. В принципе. Двигается нормально. И так вот. Новый. Модернизированный. Вот такой вот. О. Работает. Он еще легче. Еще лучше. Хвост. G. Перегибается. Все нормально. Ctrl Z. Ctrl Z. Лапы давайте. Главное лапы посмотрим. Как они теперь будут вытягиваться. О. Вы видите что. Глядите теперь. Как здесь все сделано. И вот так вот теперь движется лапа. Во. Теперь ей управлять одна радость. Вот таким вот образом. Ничего она теперь точно цеплять не будет. Тройка на нампаде. Так. Проверяем. Глаза. G. Так. Тут у нас две косточки. Получается мы G. Подставляем. К телу. И вот теперь можем управлять. Ctrl Z. Ctrl Z. Глаза пусть подальше. Когда будете делать. Эту модель кстати я отдаю. Когда вы будете делать уже анимацию. Тогда подставляйте глаза. Еще я сейчас что сделаю. Зайду в Object Mode. Выберу косточки. Выберу персонажа. И весами. Width. Через Shift. Выберу вот эту голову. И она не должна у нас двигаться. Я левелом сейчас все это дело. Подкрашу более менее краснее. Вот. Ну если будете делать конечно как движение бровей. То вот это дело нужно будет уже сделать вот так вот. Вот таким вот образом. Ну если чтобы морда была живая. Так проверяем. Я не буду тогда делать ее красной. Чтобы вы не запутались. Если кто-то будет пробовать. Посмотрите вот эту вот часть ролика. Так. Теперь выбираем кости. Опять же. Пост мод. Смотрим. Что у нас тут с языком. Ну вот нормально. Ничего лишнего не двигается. Единственное что он может. Вот такая штука быть. Он может так дышать. Блин. Вообще классно получилось. Косточки пусто привязаны. Вот к этой части. Надо запомнить. Вот так он будет дышать. И рот тоже может открываться. Закрываться. Так. Ctrl Z. Но я что сделаю. Зайду в Edit Mode. И перепровяжу их. Как они и были. Вот на эту кость. Ctrl P. Keep Offset. И вот эту косточку. На эту косточку. Ctrl P. Keep Offset. Теперь заходим в Post Mode. Смотрим опять же. Что тут происходит. Во. Теперь можно. А ну-ка. Во. Можно еще лицо двигать так. Во. Класс. И так вот эту модель вы можете скачать под роликом. Все. Всем пока. До свидания.